поверьте друзья наши посылки на почте летают гораздо сильнее всем доброго здрасте сегодняшний наш мелкий пакет не умещается даже в кадр вообще здесь теоретически должен находиться и каркадный стик для игр для файтингов его еще так уж его обозвали вообще я ни разу не пользовался этой штукой просто очень много почитал информации что для файтингов это вроде самый лучший вариант которому правда тоже придет привыкать то есть поначалу может показаться неудобно да сейчас его знает короче спробуем ёкарный бабай еще накидали я вот кстати заметил такую тенденцию интересную последнее время китайцы уже кстати не первый раз они в одну посылку кладут по нескольку причем это разные продавцы абсолютно продавцы разные но все запихали в одну посылку то есть у них там как-то почта совершенно по-другому работает на сортировке то есть все что в один адрес они пакуют в одну если на способ доставки один и тот же какой-то определенный есть такая фишка поэтому здесь кстати нужно осторожность то что трекинг если получили один отметился то значит получили остальное то есть по трекеру все пойдут как получены поэтому по идее надо спешить все проверять если понимает электроника все нужно поспешить проверять скорее чтобы но если все нормально соответственно отписаться всем продавцам то все нормально потому что одну открыли остальные вещи вы приезжать какое-то время прострок истечет и там потом уже спору будет поздно открывать и доказывать что продавец такой негодяй правил ерунду ну что ладно отвлекся я маленько чувствую я там упаковку у нас повреждена сейчас кстати в каком-то там сильно попинутом состоянии а посмотрим боли она пальцем порезал пакет не режется пальцем порезал так и как я буду теперь играть хотя и пальцем почти не используется на свадьбу заживет дротуйте счет они чё издевают что зачем так упаковывать я кстати читал в отзывах там у многих вот так все через задницу упаковано приезжает туда в таком виде уже видно что здесь упаковки хана полторы штуки обошлось и то это с учетом скидок если точнее там 1400 с копейками с учетом черной пятницы сейчас он там подороже 1700-1800 ну короче блин не 500 600 рублей как за геймпады там недорогие причем это учитываешь среди самых дешевых стиков не самый самый дешевый но из самых дешевых сейчас короче посмотрим на чем вообще способен можно ли вообще там что-то как-то делать пользуются знаете вообще первый раз этим вталкивать как-то с чем-то сравнить физически не получится ну лишь только с геймпадом и падам я знаком с клавиатурой знаком профики играет вот на таких приблудах но естественно более дорогих не за полторы тысяч вот совместим android windows ps3 ps4 xbox one это просто жуть в каком виде упаковка вижу торчушка инструкция как обычно на китайском все смогут прочитать еще одна инструкция здесь принципе в картинках а ну и даже на английском и короче пойдет такая инструкция еще может годиться а может и нет у нас никто и не пользуется на каком бы она языке не было у нас все требуют инструкции на русском но никто и не досуживается читать снизу поролончик вот молодцы да чтоб тип не разбился а коробку обмотать поролончиком чё нельзя было что упаковка конечно куча претензий коробка сама нормальная она не выжила сам девайс да вроде выжил и весь бишнур он довольно длинный на два метра кажется то есть его в принципе хватит на все несъемный опа интересно дык откидывается она просто накладка наверное так и должно быть там нет ни фиксаторов ничто до привыкать к этому надо крестик аналог вечно вращается да к этому точно привыкать на по весу вообще вот эта вся штука довольно таки тяжелая но это правильно может быть даже это еще и легкой считается то есть килограмм там точно есть это вообще правильно чтобы стик имел большой вес его можно коленки класть чтобы он не болтался то есть по столу чтобы он не ездил сам по себе то есть вот так вот нажимаешь и он не уезжает здесь еще присоски у меня поверхность ткани в они сейчас не присасываются но я вообще читал что эти присоски срабатывают очень очень эффективно на вот к этому я буду долго привыкать черт очень непривычно что касается вот этих клавиш на первый взгляд вы все так ничего вход у них не маленький но в принципе вот на легкие без усилий нажимать они это чувствуют срабатывать прям моментально достаточно легкого нажатия но в принципе вот эти расположения этих клавиш вполне нормальный принципе можно быстро не с клавишами я чуть не вижу претензий ножка тоже привыкнуть они немножко растопырку но в принципе ничего такого сложного в этом нет зажимаем в принципе по моему вот это клево вот это вообще классная система я думал что вот это вот это вот такой вот размашистый расположение она только большой руке будет удобнее у меня рука небольшая вполне нормально все достается вот от этой клавиши на этой четыре клавиши очень удобно бывает некоторых играх все четыре надо нажимать единственное в рефлексах должно отложиться что примерное расположение кнопок чтобы перебегание быстро собрал то есть нажал 4 сразу опять перебежал сюда там ну короче как-то так и вот это нормально это нормальная система единство только из-за большого хода может быть скорость срабатывания не настолько высокая хотелось бы но опять же это скорость срабатывания то если там какой-то там супер про геймер тогда да тогда может быть для начала хороший вариант к этому претензий нет вот к этому в принципе сейчас приноровился вверх вниз у него вправо вот эти варианты наискосок еще надо репетирует маленько ну по-моему угодно по моему все годный пластик толстый добротный качественный ничто не прогибается не проминается нормальненько что относительно продавца сразу хочу сказать но штука пришла в нормальном состоянии в принципе у нее заказать можно обязательно в описании ссылка будет на него если кому интересно приобрести такое хозяйство вот на тот момент я скажу что когда приобретал у него была самая низкая цена с учетом черный 5 вообще с ученым всяких там скидок в 1400 там 10 15 обошлось вот это даже не считая кэшбэк кэшбэк я вообще последнее время перестал считать уж больно какая-то вещь стала нестабильной раньше 7 процентов фиксирован а сейчас как-то 2 до 6 короче куча условий короче просто него забил то есть без учет кэшбэк обошлось в 1400 копейки но это было говорит черный 5 сейчас меньше 1700 я не знаю будет ли она стоит я тоже заглядывал просто как закончился черный 5 у этого продавца стоил там 1 1700 с копейками этот аппарат и дешевле тоже не дороже есть дешевле не было но посмотрите слышно сейчас начнем то есть готов к использованию поцепился автоматом я сейчас просто прям без настроек включаю там что идея можно перед переназначить клавиши отдельной программой но сейчас прям просто по умолчанию посмотрю как срабатывает какая клавиша за что отвечает наверное стоит сделать вот такой вид чтобы было видно и клавиши и что там получается в итоге на экране черт а сейчас по раненым пальцем и конечно это все так себе получается да я с каком-то персонажа раз кем я не играл а вот юшимитс будет вообще все по хардкору новый джойстик с новым игроком так против меня да пофигу кто вообще а пускай даргунал так так я единственно что я считаю что вот здесь не хватает немножечко мостика так так это помощник ltrt ухты здесь все по-другому немножечко так lt и trt я понял а это обои понятно я немножко по-другому распределяю клавиши так немножечко значит это левое это правое может быть так и лучше ну да привыкать и привыкать так наискосок есть так наискосок срабатывает кстати посмотрим про понятно к этой штуке однозначно привыкать но по-моему она толстой есть интересная фишка и в принципе это применяется эта норма вообще для этих штук здесь например привыкли к каким-то другому расположению клавиш например на клавиатуре можно как софтвер на понятно переназначить а еще их нужно аппаратом переставлять не знаю вот в этом можно ли или нет а посмотрим options включу кого-нибудь кто мне более известен здесь запил с ним также другому так ну да да привыкать однозначно правый ударный левый удар ноги все правильно правая рука левая рука но так все верно да что что не разворачиваться да не хочу я так так это работает что такое что я не так делаю я хочу сделать всего лишь вот это да не это получилось такой простой прием я его делал не знаю минут пять пытался так непривычно конечно честно мне не очень нравится что он вращается но конечно постоянно вращение лучше бы мне кажется был зафиксированный небо было проще он бы не высказывал так вот из пальца я бы просто пальцем толкал как мне надо наискосок назад но это лично мое мнение еда может быть временный можете привыкну и пойму что так лучше все-таки для чего-то так сделано мне кажется это вообще это стандарт который просто нужно привыкнуть я опять не могу сделать тот самый свой простой прием ухты так вот в чем фишка то ты смотри а это кстати клево просто на клавиатуре меня приходил сделать это просто просто невероятно быстро так а здесь как-то он так получается как будто он срабатывает гораздо быстрее чем я нажимаю и я нажимал сейчас просто слишком быстро всего лишь был медленнее нажимать то есть стик это не кнопки он как бы прощает немного скорость а я это сразу не понял почему-то у меня да да я просто делаю спокойненько да это надо спокойно это не как на клавиатуре по бешеному мне приходилось ткнуть сюда ткнуть сюда быстро он такой щенка вот все за тебя делает а я пытаюсь как на клавиатуре с той же скоростью быстрый нажимать и он меня уже не понимает вот все замечательно и еще надо учиться ударять по клавишам потому что по привычке тоже опять нажимая их вот так вот плавненько а нужно именно вот так вот таким вот образом и вот он теперь он меня понимает и я его начинаю понимать маленько замечательно работает тайминг совершенно другой то есть другие задержки он раз срабатывает гораздо быстрее на клавиатуре ты подумал сразу нажимаешь а здесь ты подумал он уже тебя понял и ты просто аккуратненько нажимаешь и она срабатывает отлично ай не так но не ту кнопку нажимай годная вещь годная вещь одно только я не знаю может быть тоже это сделал привычки или я немножко не так понимаю скорее всего по мне бы вот под рукой здесь был бы еще какой-нибудь выступ потому что у меня например рука низко свисает мне кажется не самый удобный вариант мне кажется рука лучше было бы повыше а мы сейчас попробуем надо что-нибудь не скользящий сейчас минутку в прорезиненный сидит скользить не будет вот попробуем так ну по мне так получше причем прям идеально стало сейчас все заторможено что не привык само собой но мне кажется вот так лучше когда есть чуть-чуть что-то есть кстати про резиненный сидит классная вещь он не скользит и он тяжеленький по моему они просто создан друг для друга в остальном все круто мне нравится не знаю про то что из этого получится но мне нравится чем мы сделаем еще я это не я если я это не разберу сейчас посмотрим можно ли перестать аппарат на кнопку и клачу то есть вот это мне в первую очередь интересно и так погнали да прям не буду отключать я уверен что это ничего не сломает а если сломать только через единственно что еще чего позабыл сказать здесь понятно макроса можно что-то похожее на режим turbo ну короче какие-то хаки применять usb разъем здесь есть это эмулятор если подключать его к ps4 например он его не увидит нужно оригинальный джойстик цеплять включается просто сюда оригинальный джойстик и все начинает привязываться и работать вот для этого нужен этот разъем а не для того чтобы флешки вставлять на же джойстиком улево Да, кнопочки съемные, кстати говоря. Некоторые писали в отзывах, но не у этого конкретного экземпляра, а там был другой экземпляр, там рублей на 200 дешевле. Кто-то писал, что кнопки на дешевых стиках, вообще так обобщили, действительно, там написано на дешевых стиках, кнопки как выключатели СССР на станке на каком ученке. То есть меня это маленько напугало, но с другой стороны мне не остановило от покупки, то что кнопки сменные, если что, можно поменять на любые другие. Поэтому, думаю, база какая-нибудь должна быть, а если что-то не устраивает, то можно поменять как и стик, так и самим клавиш. Факт, что корпус, в принципе, сам по себе годный для использования, что тоже немаловажно, можно его пользоваться. Лично для меня минус только вот то, что без вот этого девайса, как-то мне показалось не очень. Рука ложится на стик, немножечко не так, как мне хотелось. Окей, так же все, здесь кнопочки меняются, стик меняется, все сменные. Микросхемка в стиле насрали. Вроде как не греется, даже в радиаторах не нуждается, а то я, честно говоря, всегда за них переживаю. Такая ненадежная штука, еще со времен Dendy помню. Часто с ними что-то происходит, естественно, они не меняются. Вообще, еще один плюс то, что этих аркадных стиков, по идее сменой даже не только кнопки и стик, а сменой еще и плата. Ну, это немножечко чуть сложнее, если особенно плата ставится не с данного аппарата, а какими-то там универсальными, а из универсальных наборов, у них тоже есть универсальные наборы, у китайцев различные, ну, вот и плата есть, вот если, например, плата, то есть у меня нету какую-то другую, да, там придется, возможно, что-то с проводками помудрить, ну, вот, ну, все, все это решаемо. То есть конструкция сборная, разборная, вот это, конечно, клево. Там, может быть, по авимеркам аркадных стиков, это небольшой вес, но в целом он весит килограмм. Вот, при желании, конечно, да, что хорошо, если вес покажется мало, то есть он будет вдруг ерзать по столу, если стол вот прям, как у меня, куда липучки не применить, и веса будет мало, там вот сюда довески прилепить на двухсторонний скотч и мешать он здесь не будет. Не, нормальный конструкция, нормальный, по-моему, игрушка стоящая. То есть, если вы что-то приглядывали, задумались о такой фигне и хотите, не хочется слишком дофига денег платить, купать, скажем, там, за десятку тысяч рублей с той мыслью, что еще неизвестно, получится привыкнуть или нет, это действительно вопрос, я сам не знаю, привыкну я или нет. Вроде нормально, я увидел кучу плюсов, но и к этим плюсам надо привыкнуть тоже. Я все равно, я вот пробовал сейчас персонажам, которым привыкнуть играть, и те комбинации, которые привык делать, я их с ними просто торможу очень сильно. Чисто для пробы, если то, вариант, мне кажется, вообще шикарный. Окей, соберу сейчас все это на место. Итак, подытожим. Но, в целом, штука хорошая, интересная. Вот, здесь другой вопрос, подходит ли оно для старта, скажем так, для начинающих, кто хочет идти по файтингам через вот такие приблуды, они через геймпад и через там, клаву, допустим. Вот, просто так решили, вот, а не попробовать ли там, и так далее. Пойдет, не пойдет. Ну да, вот для такого старта это, в принципе, вещь замечательная. Если для профессионального применения, я думаю, профессионалы сами ответят на этот вопрос. Вот, а я думаю, это для них уже не будет актуальным. И также для начинающих, чем хорошо, если захочется дальше продвигаться, а, например, финансы не позволяют, да, ну, всякое бывает, он сам поймет, чему здесь ему не хватает, допустим. Ну, я сразу заметил, что мне не хватает вот этого. Да, и даже я не профессионал, я первый раз это в руках держу, лично для меня без этого, мне кажется, будет тяжело работать. Вот, но это все решаемо, это не проблема. Вот, это все мелочи жизни. Вот, факт, что конструкция-то, она сборная-разборная, если корпус будет ущемлять, да корпус меняется, вся требуха выкидывается, корпус меняется, все это, вообще, без проблем. То есть, как начальный уровень, мне кажется, прям шикарный вариант. Сравнил еще с очень дорогими стейками, которые действительно профессиональные, у них тоже похожее расположение, поэтому, если даже переходить потом с этого на более дорогой, на классный аппарат, то перепривыкать, я думаю, не придется, если только по минимуму. Так что, вот, как-то так. Ну, это, в принципе, все. Спасибо, что смотрели. Обязательно стучите по колокольчику, подписывайтесь на канал и пишите в комментах, не стесняйтесь, там места много для всех хватит. А на этой ноте я с вами прощаюсь, всем пока, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok